Олимпийская Академия Сменовцы были как опытные спортсмены, так и новички, для которых такой плотный график тренировок стал неожиданностью. Однако ради победы ребята старались как могли. О том, каких результатов удалось достичь, рассказал Дмитрий Попов. Все получается у меня их три. Это первое место за стрельбу, второе место за бег и третье за велоспорт. Я до смены ни разу не держал в руках оружие и именно в смене я с ним познакомился и вот занял первое место. Помимо отличной подготовки в спорте никуда без воли к победе и упорства Константин Балышев с самого начала решил, что приложит максимум усилий для победы и не оставит соперникам ни единого шанса. Самое интересное для меня это была полоса препятствий и ОФП, то есть на скорость бегать. Мне это понравилось. И я там выложился и победил. Олимпийская Академия – это десятки часов образовательной программы, тренировки и спортивные соревнования, теоретические занятия и практический подход. Неудивительно, что даже спортсмены со стажем находят здесь для себя что-то новое и интересное и добиваются совершенно новых высот. О том, как прошли самые яркие и масштабные соревнования в смене, рассказал заместитель директора ДОЛ «Спортсмена» Евгений Ганов. Мне кажется, что дети приехали сюда уже подготовлены, уже замотивированы, что они будут выступать и заниматься своим любимым видом спорта. Я думаю, что мы со своей командой достигли того уровня, чтобы они выступали и в дальнейшем в своих регионах они показывали достаточно хорошие результаты. Мне кажется, что Олимпийские игры в Олимпийской Академии, в лагере ДОЛ «Спортсмена» прошли очень успешно. Помимо кубков, медалей и грамот, ребята увезут с собой море положительных эмоций, теплые воспоминания и то, что, возможно, важнее всего. То, что поможет им идти дальше и покорять все новые и новые вершины. Ведь в Олимпийской Академии они не просто учатся бегать, стрелять или играть в теннис. Здесь ребята учатся побеждать. Субтитры создавал DimaTorzok